Психологи утверждают, что любое испытание, которое выпадает на нашу долю, делает нас сильнее. Однако часто в действительно сложные жизненные ситуации попадают социально незащищенные слои населения. И чаще всего из-за проблем со здоровьем. А проблему со здоровьем нужно решать быстро. Финансы, которые удается собрать, иссякают мгновенно. Потому Виктор, житель Тореза, увидев информацию об общественной организации фонд «Единый Донбасс», решил позвонить на горячую линию. Виктору сделали дорогостоящую операцию, и он всё ещё нуждается в лечении и длительном реабилитационном периоде. С последней надеждой он обратился сначала к представителям общественной организации фонд «Единый Донбасс», собрал необходимые документы и уже спустя некоторое время получил единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей. Я тоже заболел. У меня был полип внутри желудка, кровоточек. И нужна была операция. Операция в моём возрасте. Я мог не выдержать операцию. Нужно было удалять без разреза. Война – это всегда очень трудная для всех нас. Поэтому ясное дело, что всё это очень нелегко приходится переживать. Я считаю, что лучше бы договориться мирным путём, чтобы не было войны, решить все проблемы, которые возникли мирным путём. Я очень благодарен фонду «Единый Донбасс» за оказан мне помощь. Я считаю, что эта помощь крайне нужна, и без неё очень трудно обойтись. Общественная организация фонд «Единый Донбасс» продолжает оказывать материальную и другую помощь гражданам Донбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Организация предоставляет материальную поддержку не только жителям Донецкой Народной Республики, но и гражданам с территории временно подконтрольной Украине. Напоминаю, что информацию о работе программы и фонда можно получить на официальном сайте гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса по адресу gom.defiscenter.su, а также по единым номерам телефона, которые вы видите на экране. Также функционирует Центр социальной помощи и административных услуг на всех четырёх контрольно-пропускных пунктах между Донецкой Народной Республикой и Украинской стороной Александровка, Оленовка, Майорск и Октябрь. Марина Ерёмченко, специально для Новороссия ТВ.